И начинаем запись. Для тех, кто будет смотреть в записи, это сумасшедший китайский турнир ВЦА с безумным призовым фондом и абсолютно провальный, по крайней мере, организацией с точки зрения освещения. Выискиваем, ждем игры, смотрим ретрансляции с мобильных телефонов, экранки. Вот сейчас вторая более-менее нормальная игра, которую посмотрим, правда, с китайского стрим-сервиса, известного, конечно же, всем нам, doiu.tv.com. Вот, играет Лоулит против Ворчев Рич, это эльф на эльф, и Ворчев Рич, который в данный момент, кажется, является топ-2 по нашим внутренним рейтингам, по онлайн-турнирам, с наигранным количеством, что-то вроде 200 игр, что ли. То есть, он вообще считается топ-1-2, наверное, сильнейшим игроком Европы. Ой, в смысле, всей вот не корейской, не китайской части, что там Америку считать, что ли, по Варкрафту кто-то играет. В общем, топовый игрок, и это его, кстати, лучший мучап. Ворчев Рич особенно известен, насколько я понимаю, именно мирором своим, зеркальным мучапом. Как-то так. Ну и смотрим. А Лоулит это корейский же эльф. По цветам. Лоулит у нас желтый, красный, соответственно, ворчев. Миша, у тебя качество не очень, говорит Лерон. Давайте, ладно, попробуем еще перейти на другой китайский Астрим Байтед. Здесь качество лучше, точно? Да, здесь качество лучше. Но, правда, сразу начинаются лаги. Но, может, он немного придет в себя. Полетели комментарии. И вот стоит такая надпись, типа, перейдите на сайт. Знаменитые экранки. Класс, просто класс. Не зря, не зря. Сейчас еще... Так, а... Пардон. Вроде бы вот так вот. Нет, разницы нет. Потому что, видимо, я не заряден и ультра качество не дает. Вы что-то расслабились, на самом деле. Качество все равно очень хорошее. Все цифры видно. Все видно в мельчайших подробностях. Только что по экранке вообще с телефона комментировали как-то. А тут... Не отвлекайте, в общем. Фоги 3-0, Ричи прокатил на позапрошлой неделе на Герокапе. Фоги, кстати, как раз вот топ-1, топ-2 по внутриму рейтингу. То есть, там как раз вот Фоги, Хавка, Уорчев Ричи. Как-то вот так вот топ-3. Правда, у Фоги, чьей у Хавка наиграна там 300-400 игр. У Уорчев Ричи меньше, соответственно. Но все равно товарищи близко по уровню находятся, действительно. Ну, хорошо. Жалко, что Фогичи нет на мероприятии. Там, видимо, не прошло надборочное. А здесь, как вы видите, криппинг идет по точкам-то зеркально, но по девайсам очень сильно они разнятся. И если у Уорчев Ричи набор такой более универсальный, джентльменский, то, ой, как опасно-то, а? 25 хитов, 27-28. Он делает постоянно ретаргет с троля, для того, чтобы тот по нему не стрелял. Когти, сапоги, серклетка, сила. Здесь серклетка купленная, кольцо регена и купленные сапоги. Эту серклетку он мог выбить тоже на зеленой точке. В общем, здесь девайсы, кажется, получше. По крайней мере, когти против кольца смотрятся убедительнее. Обмениваются монобернами, ловлет очень мало хп, при том, что он находится на своей базе, конечно, сейчас попьет, но это ему особо не помогает. Хп очень мало. Хотел зажать, скорее всего, Арчами своим. Барак подходит сзади. У Ворча Фрича коты, как вы видите. Первый готов, второй делается. Тут лорницы Т2, ой, в смысле, козел и, скорее всего, Т3. Здесь заделался только-только Грейт на Т2, тоже пошел козел. Пока весьма агрессивно, но не такого серьезного преимущества у Ворча Фрича. Я думаю, вам, наверное, даже и по большому счету не сильно... Хотя, наверное, приятно, если корейцев будет побольше. Корейцы доминируют на этом турнире, как минимум числом они берут. Корейских и китайских игроков, по сравнению с европейскими, значительно больше. Именно китайских, кстати, чем корейских. Поэтому, наверное, чтобы не смотреть там какой-то азиатский финал, хочется, конечно, поболеть за... за европейских. Вот кто-то говорит в чатике, что, надеюсь, Ворча Фрича потащит. Ну, конечно, он все-таки поближе. Мы его чаще на онлайновых турнирах на сайте видим. Все-таки, хоть и корейцы, и китайцы заходят, но режем. Нарезает виспов, очень агрессивно продолжает действовать. Ворча Фрича приносит свои плоды. Во время грейда убивает, по крайней мере, одного виспа. Этот блочит. Но придется отсюда уходить, видимо, с ТП. Да, по-другому никак. Хорошая застройка, заблочил. Он же отменил даже дважды, он отменил Лорниц. Этот момент я не обратил на него внимания вовремя. То есть тайминги сейчас появлением первых медведей сбиты у Лоулита, и мишки появятся у Ворча Фрича значительно раньше. Полетела безумная акула сверху. Мы для себя сегодня открыли на трансляции новый мир китайских стримов, которые, я думаю, надо будет очень серьезно поизучать, потому что тут такие психованные идеи. Но они вообще... Убила, конечно, в первую очередь, сегодня с отрица реклама. Ну ладно, неважно, это может в записи куда-нибудь попадет. Просто дичь. Просто дичь. Лучше не спойлерить относительно результатов матчей предыдущих. Тем более, что запись матча Moon против Xixi, она залилась на YouTube и наполовину уже обработалась. То есть вы сможете посмотреть самостоятельно через, думаю, часа полтора. Еще до того, как турнир закончится. Ну, сегодняшний день закончится. Обоюдный криппинг. Единственное, что у Ворчфа минус АОФ, и ему не удается. Он решил, короче, покрипиться на враге, точнее, не дать ему прокрипиться. Ну, даже ему выгодно с хантресками, с киппером атаковать. Подрезать арчей с прикопкой. Чем там как-то крипится. Хантресы, да и берутся для того, чтобы продолжить агрессию. Аспирант говорит, что раньше запись будет. Отлично. Спасибо Аспиранту за оперативное выкладывание. Выманивает с первой дрядкой. Можно там повыманивать черепах, позамедлять, поподрезать. Хотя она пока бежит. Причем она бежит за арчей. Арчу можно было подконтролить. Подблочить. Есть уже Арба у Демонхантера, у Варчефа. Да, и это первая игра. Как-то на удивление ровно сейчас идет трансляция. Правда, бесит, конечно, вот эта вот акула, которая сверху пролетает. Ладно бы она что-нибудь понятное рекламировала. Типа там картошку какую-нибудь с телефоном локальным. С таргетированием какое-то присутствовало. Иероглиф их. Хрен пойми, что там пишет. И прям она вот в отличном качестве, потому что это поверх... Ну, это во флеш-плеере. Прям вектор, все очень хорошо. Ну и ладно. Выпадает аура. Андедовская далеко не самая лучшая аура, с одной стороны. С другой лучше, чем какой-нибудь девайс 4 плюс 4. Это точно. Ну и хилка будет. Игра перешла в такую пассивную стадию, то есть все начали крепиться. Это привносит, конечно, рандом. Примерно на этой точке, на которой ворча будет крепиться, может выпасть вампиризм, который, ну, по сути, является самой полезной в данном случае боевой аурой. И для милишных медведей, и для демон-хантера непосредственно. И... Что там? Ну нет, выпали рунные браслеты. Которые вообще не нужны. То есть, по сути, урона-то тут с заклинаний никто не наносит. Ну, Монобёрн, конечно, там соточка. Ну, там урон не соточка, а 70. И... Так, а тут показывают, акцентируют внимание, что взят торнс, да и тут торнс. А, первого левела торнс взят. Что, типа, вторая прикопка, а первый торнс. Это да, до сих пор нет такого однозначного ответа на вопрос, а что лучше, вторая прикопка или второй торнс. То есть, понятно, что ответ зависит от лимита, в первую очередь, от количества медведей, в частности, от наличия у противников в армии Дриады. Ворча, Фрич, БСТП, что ли? Он слепортируется хоть, слепортируется. Не дала закрепить красную точку, падает сверху, начинается криппинг, лорнится, уже одна минус. Прикопка диспеллится, прикопка тут же... Ну, медведин медведей. Стаффает, спасает, теряет Дриаду, кстати. Вот, если Дриаду... Хотя, тут подвязается тоже медведь. Не, нормально, Ворча, Фрич вроде отбивается. Прописывать Берну надо, конечно же. Берну 58. Диму можно развести уже на ТП. Он под инволом. 7 секунд, беспредела. Медведь чудом спасся там. Миша! Ой, в смысле, Дима! А, телепорт у другого? Очень странный моб тогда со стороны ловли. То есть, он знал, что у Димы нет ХП. Он... А, он хотел его, наверное, ставкнуть. А там прикопка в ту же секунду была. Нет, ставк на КД у него был. Сейчас показали только что кулдаун. Но тогда он просто неправ в этой ситуации, что... Зная, что у Димы мало ХП, зная, что через 7 секунд после инвола его отпустят, он, тем не менее, не увел его на безопасное расстояние или не передал ему телепорт. Это может дорого обойтись ему. Ну, сейчас, во-первых, криппинг быстрее идет, более жирную точку берет, Диму прокачивает. Сейчас бы еще добежать до... Вот сейчас прямиком нужно бежать на вражеский эксп. Вот прям сразу бежать. Зная, что у противника Демон Хантер к тому моменту еще будет вот только-только выходить, и зная, что там девайс, и, скорее всего, можно крипджекнуть человека. Но самое главное, за девайсом нужно сходить. Но Ворчев вроде... Не, он идет на черепах. Он не видел здесь противника. Сейчас вот видит, что черепахи сорвались. И он боится почему-то. Большую черепаху окружает. Очень как-то аккуратно Ворчев в этой ситуации сыграл. Два сапога у козла. И они ему не сейчас выпали. У него давно эти два сапога. Ну а где тут сапог выпадает? Только на магазине получается. Да? На черепахах угловых другой же левел девайсов. Не помню какой. Хотя может быть там. Не, на черепахах выполнен черепахой. Как раз кажется, мясы, носок и два сапога. Вот почему боится? Вот сейчас логики в действиях Ворчева я не вижу вообще никакой. То есть до этого момента у противника не было просто демонхантера. Ну не было его. Он восстанавливался, он воскрешался. И когда один козел встречает армию, ну лимит 50 на 50, понятное дело, встречает аналогичную армию. Ну вот сейчас уже поздно как раз. Вот сейчас поздно. Тут томов экспириенс выпал. Правда, вампиризма я не вижу. Что за девайс у козла? Он взял же девайс, нам не показывают. Точка сбора кривая. Да, ошибается Ворчев. Ошибается. Волнуется. Такое бывает, что для адаптации на лане слишком много вокруг меняется. Слишком много отвлекающих факторов. Другая погода, другой стол, другой компьютер, другой язык, другое окружение. Другой пинг, в конце концов. Точнее, его отсутствие. Это скорее, правда, помогает, но это тоже другое. Волнение, опять же, присутствует. Больше ответственности, чуть больше адреналина. И все. Сейчас посмотрим, кстати, какой из девайс выпадает. Кольцо Регена. Кольцо Регена. Да, похоже, это девайс одного порядка. Ну, то есть уровня. Подкапывается медведь, решает сделать ТП, а сразу под козла делает ТП. Хорошо, и минус телепорт. Хотя минус лорницы медведя спас Ворчев. Странная очень игра выходит пока что. Какая-то скомканная. В комментах написано, как смотреть на прямой поток. Хорошо, я после этой игры обязательно посмотрю и сделаю. Если это, конечно, не сверхсложно. Грейды 2-3 у Лоулета. Любопытно, что какие грейды у... Ворчифа показали только что Диму до козла. Лимиты приблизительно одинаковые. 61-63. То есть основание полагается, что сильно... Да, 2-3 тоже. Странно, что с приоритетом на армор делаются грейды. Он там подешевле, конечно. Но учитывая рык... И пошел замес. Пошел замес. Позиция у Ворчифа очень плохая. Очень-очень плохая. Двое медведей толпятся. Одного медведя просто вчетвером замочили сверху. Протекшн пошел. Но учитывая то, что здесь... Ох, сверх хорошее еще. Свиток от Ворчифа, от козла. Есть инвул у него еще 15-секундный. Дима сравнительно спокойно будет нарезать сейчас. Ну и опять же Мунвеллы. Вроде как он продержится. Диму, 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 Диму бьют. Став, Димы. ТП есть у Лоули-то, если что. У козла. Но вот скорее всего сейчас на персоналочке вернется Дима. У него же была персоналка. Он уже прилетал на свой эксп. Ой, Диман Хантера... Став! Става нет. У козла Гэгэ. Окей, я в комменты тогда по-быстрому. Попробую... Попробую найти этот самый способ описания. Макер, верни старый Сань. О, скачай, ага, лайвстример, понятно. Велси, велси есть. В консоли введим. Сейчас попробуем. Скачал, разархивирую, ставлю. В консоли лайвстримера, да? В консоли лайвстримера. В общем, остановился. В консоли лайвстримера. Сейчас посмотрю. Гарена, арена. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чун. Я не вижу, что он вообще поставился. Посмотри, куда. Он установился. Я не поставился почему-то. Да, все, все очень... А, я понял. Он в архиве без установки, в принципе. То есть он execute. Сейчас тогда я создаю знаменитую новую папку. Закидываю туда дистрибутив... Ну, в общем, дистрибутив уже готовую. Запускаю лайвстример. Ага. То есть он с командой, да? Сможно с командой. Не так просто, к сожалению. Я знаю, что там игра начинается, но... Попробую сделать. Почти готов. Сейчас будет попытка просто. Просто попытка. Лен, нет, не получится быстро. Так, давайте к игре тогда документируем эту, потом посмотрим. Я не понял, как консоль в лайвстримере открывать. То есть через командную строку свою делать? Если да, то в следующий раз получится. Если консоль, то не совсем понятно. А, надо в конце левелся это делать. Окей, все. Все, понял. Хорошо. Смотрим на экраны. На экраны. Кстати, очень разный криппинг. Варчиф крипит магазин. Палится тут же. Лоулит, крипится на зеленой точке. Ну, на зеленой, а потом на лагерь наемников, скорее всего, проспадет. И, кстати, криппинг варчиф это выгоднее получается. То есть он же еще деревом пойдет вниз, потом на оранжевую. Тут попытка зачем-то подойти... Подойти, типа, помешать как-то. Ну, хотя помешать... Да вряд ли получится. Барак можно разве что убить. Нехило так. Обменялись маноберными. Барак еще живет. Второй левел на первый. И девайс хороший. Большой бутылек хила, купленная серклетка, против обычного кольца. Начало, безусловно, остается, заворчив фричем. Безусловно. Виспы терпят только. Хороший блок. Что-то по застройке интересно. Ну, пока не выправилась застройка. Нечем еще. Ну, можно по... Ох, убьют этого виспа. Да. Подлечить нужно его и побегать между лесом и алтарем, как, собственно, и делает речь. Да, это не просто рестрим, это рестрим, рестрим. Судя по всему. Хотя, может, и нет. Может, как раз рестрим. Криппинг продолжается. Ричи себя чувствует очень уверенно, идет вперед. Начинает забирать потихоньку точки, которые находятся на стороне лоулита. Лоулит, кроме зеленой точки, пока, насколько я вижу, ничего не закриппил. Хотя нет, что-то взял. Может быть, это виспы как раз. Вот он убил парочку виспов. Он точно заберет этого огра, точно возьмет девайс. Но здесь уже почти третий левел у рича. Девайс с кровь за бист. Сапоги куплены. Надо забрать сейчас крипов на экспанде. Третий сыр клетка, отлично. И шесть ко всем атрибутам. Круче, чем корона королей. Дешевле только. Слотов много занимает. Грей доделывается. Все стекают сейчас в центр. Появляется первая Нага. Сапог не хватает. Но Нага очень сильно терпит. От второго Моноберна. Хотя тут тоже. А ему же, наверное, Томф Экспириенс выпал. Как он мог получить третий левел? Не имея второго на одном только магазине. Правильно ли это? Неужели сейчас придется юзать бутылек Хила? Похоже, что да. Что это? Он передал бутылек и не успел выпить. У рича какая-то хрень вообще творится. Он абсолютно сейчас неправильно сыграл. Дело и в том, что, во-первых, он тянул, сражался, но не сражался Димой без ХП. То есть он думал, юзать бутылек или не юзать. Он бегал, не наносил урон. В то время, как вражеский там Демон Хантер с другой армией довел Нагу до такой кондиции, что уже и ей понадобился этот большой бутылек. Что привело вот, собственно, к тому, что... А, ну и потом, соответственно, он передал бутылек Наге. Нага бутылек не юзнула. Умерла. Дима тоже пустой. И пришлось даже телепортироваться. Короче, очень плохо. Очень плохо сыграл. Берн по Наге. На соточку. Ой, сейчас можно подблочить. Не удалось подблочить. Да что ж вы показываете? Там Нагу можно убить. Какие... Сколько там Берн? Подблочил второй Арчой. Спас. И став там был. Обменялись Бернами. 36 лимита. Да где-то так же, на 34, да. ТП нет. Став тоже нет. Очень битая Нага. Сейчас, кстати, Ворчев может продавить. Потому что бутылек-то он не выпил, в конце концов. Мунвейлы практически пустые. Бутыль передал. Сейчас начинает Нагу опять мочить. А став-то нет. Става нет. Нага умрет. Талон. Тут тоже, правда, Нага похоже, что умирает. Да, минус с Нага. Фэйри Фаер. Фэйри Фаер. Неплохо все равно выречешься. Возможно, за свитком зайти. Да он не будет воскрешать. Зачем возвращаться всеми? Я не пойму. Зачем всей армии бежать назад? Ты разворачиваешься, Дима, и спокойно арчем. Да, вот сейчас он разворачивается. Ну, можно было арчи порезать. Время-то идет, понимаете? Там же Нага тоже воскрешается. И она быстрее окажется на поле боя тоже. Не ясно, где Лоуле-то лечится. Риджио нет. Нага выходит. Только бутылки, ночь. До свитки, наверное. Мишки уже говорят. Какие мишки? Ленив. Ты чего? Какие мишки тут? Тут все без Хантерс Холла даже играют. Я на это внимания не обратил, но как бы талоны. Талоны там, талоны тут. Продолжается криппинг, причем они в мастерские свои забирают. Скорее всего, там потихоньку Т3 доделывается. И надо ждать арбу, наверное. Циклона. Так, стоп, а скелет-то откуда? Там уже что ли рейнджик появился, третья? А, вон он с тобой. Такой слепой я. Да, третий герой уже есть у Варчифа. Бук оф Дэд. С сомнительными местами девайс. Взял Арбудима, взял Аймшу, чтобы циклоном не поднимали. Там просто рев висел. Так он же, да, он же... Scroll of the Beast заюзал, когда к нему пришел. У Лоулито очень слабая позиция сейчас. Надеюсь, что Варчиф прокликал его. Увидел, что там есть бук оф Дэд. Что один-два виспа были бы очень кстати. Вышел талон, зря. Получает сразу фокус. Циклон пошел. Сейчас вот бук оф Дэд может зарешать. Бах, бук оф Дэд. Что такое? Как так? Прокликкивать героев? Я не слышал. Ну, приходится отступить. Подводит виспов уже постфактум. Разводит, убивает 6 скелетов из 8. По-прежнему есть бутыль. Рейнджика очень-очень-очень зря вылезает. У нее стаф еще. Господи, Рейнджика падает со стафом. Факта. Минус... А вот здесь тинкер, тинкер стафается. Нужно 2 арчи подрезать. Раз. И два вот это вот. Ой, нага, 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 да. Нага круче, чем арча. Хорошо, хорошо. ХП нет. У Лоули-то. Дима у него абсолютно пустой. Вообще хорошо бы троллей действительно взять. Хотя бы одного приста взять. Чтоб он хилял героев. Может, кстати, он так и... Что за точка сбора? У меня такая же бывает. Минус арча, минус талон. Даже 2 арчи. Хотя, может быть, это старые трупы. Сейчас от голема мог умереть. У него было 70 хитов как раз под молоток, под камень. Да, Лоули-то тоже, видите, ошибается. Причем грубо. Он сам добил тинкера, потому что ему не... Он никак его, видимо, не может хильнуть. То есть он даже Диму хильнуть не может. Ему проще добить тинкера и воскресить его за 170 голды, чем пытаться его за 3 бутылька по 150 хилять. Ну, а добил сам, чтобы к спы врагу не досталось. Вот настолько серьезна проблема отсутствия хила, что приходится просто людей убивать. Проще воскресить, чем полечить. Какой аркадный у него криппинг, а? Я буду долго смеяться, если сейчас Дима просто умрет на крипах. Да, давай, вейв еще по нему. Ай! 65 хитов. Став. Норме ворча фрича, учитывая то, что все герои здоровые, зеленые. И лимита чисто визуальные у него больше, скорее всего, впечатление складывается из-за скелетов. Все равно у него все значительно лучше. Да и лимита больше, реально, на 7. Очень хорошо затаренный еще герой. То есть, Демон Хантера с тремя серклетками, у которого косарь хп. Увеличены и уроны, и арморы, и скорость атаки. Все полезно. А там Дима вообще пустой. То есть, у него буквально нет никаких девайсов. Даже телепорта, кажется, нет. Protection плюс 2. Нет девайсов, которые что-то там плюс 2, кроме кольца. Хотя есть в компании, скорее всего. Плюс там Кагили, например. Когти плюс 3, например, в компании есть. Лоулит подрезает вторую красную точку. Выпадает ему аура андедовская. Два лавелапа. Но с течением времени, кстати, проблема с хп постепенно решается. А учитывая то, что они все находятся приблизительно в лимите 50, то лимиты сравняются. Но мне кажется, все равно. Вот Дима с эмаляцией инвулом против Димы с 6 какими-то слотами. Там Сила, тресер клетки, Хилка, АМШ. Это очень большая разница. Вышел из лимита ворчив. Здесь 50 у лоулита. И кажется, больше крепить нам нечего. Кроме зеленой точки в самом начале и лагеря наемников в самом начале. У него можно вернуться. Появляются феррики. Ну, феррики, это тоже понятно. Феррик один. Он необходим, даже если бы не было талонов никаких. Потому что даже три героя, даже одна нага, которая настреливает постоянно по своей стрелке и получает постоянно такой же урон. Ну, не такой же. Он штрафуется по героям практически в два раза. То феррик за свою жизнь наносит, как правило, даже с кастов двух героев пользы больше, чем любой другой юнит двухлимитный за такой же стоимость. Моноберн сделал. На тебе еще там удар на 25. Стрелкой там по три, по четыре, но долбит постоянно тоже нагу. Но если уж талон сделал, циклон, там, извините, там максимум влетает со сплэшем. Я не помню, если честно. Там, если юнит, то один коэффициент, если герой, то другой коэффициент. Есть еще что-то вроде ограничения на максимальный урон, который феррик наносит, типа 90. То есть, что косты вроде полиморфа сверхдорогие или циклона, они все равно будут наносить цели, ну и, соответственно, АОЕ урон не больше 90. Кажется, кажется. Слишком давно это было, да и механика непростая, на самом деле, у этого заклинания. 62 лимита. Варчиффу больше делать нечего, кроме как идти в атаку. Он мог поставить базу, когда ее закрипил, но решил этого не делать. Значит, все-таки будут биться. А, вон еще справа есть крипы, желтая точка. Феррик отдается зачем-то, не ясно зачем. Чуть-чуть не добил, мог добить. Пошла база, все-таки запоздалая от реча, но база. Он мог ее значительно раньше поставить, просто потому что было понятно, очевидно, его преимущество. Причем ему самому это было очевидно, потому что он периодически встречал виспом врагов, ну, пересекался и видел этих битых героев, эту невнятную армию. Но очень осторожничает, очень. Гиппос как раз призван склевывать все это добро, в отличие от тех же самых арчей, которые вроде как хорошо убивают Феррика. Но у гиппосов есть один хороший плюс, их не нужно контролиться. То есть ты отправил через атаку, и он кроме этого Феррика никого трогать не будет, просто будет лететь и клевать. Ну и он всегда его достанет, в конце концов. Арчам еще не факт, что они смогут достать. Или увидеть, например. Хотя свои Феррики должны подсвечивать тоже. Так, пошла разведка Ферриками на варчифовский эксп, насколько я вижу. Проверил, увидел. Выдвигается. Ну нет, встретил армию варчифа, отступил. Какие нерешительные. А счет выходит... Сейчас 1-1. Нет, 1-0. 1-0 же? В пользу лоулита, да? Кажется, да. Экспонд выступил своеобразным катализатором атаки. Точнее, не катализатором, он скорее... Скорее, как момент провоцирования сработал. Хотя, по сути, да, можно и так сказать. Вынужден, в общем, выдвигаться лоулит в атаку, просто потому, что там экзб готов. Вешает Ферриков, Феррики... Ферриков начинают гипосы клевать. Пошел циклон, и сразу талоны красные варчифа. Сразу все красные талоны. Свиток нужен. Гипосы не могут склевать. А где его-то, Феррики, я не пойму. А, у него Ферриков нет, просто потому что там талонов нет. Там чистый арчиф. Прикольно. Да, аккуратней, аккуратней. Феррики стреляют очень хорошо. Свиток пошел. Пятый левел у варчифа. В рейнджика падает. Там инвол на инвол. Став на Диму. Циклон слишком поздно на нагу. Могу Демон Хантера убить. Помните, как в игре Муна против Ксикси. Поркет на нагу. Нага став, это великолепный контроль. Минус нага. Ну и варчиф здесь выигрывает, похоже. Да, ГГ. Да, был счет действительно 1-0. Сейчас 1-1. И... А, вот, спасибо Шинбор Мод за более детальную инструкцию. Попробуем. Ага. Окей. Попробуем. Так, надо переименовать, на самом деле, новую папку, потому что в КМД не очень удобно это делать. Перенести для удобства на диск С. Лайв стример. Как к такому вообще подготовиться можно? Так, c... CDLS... Дальше у нас идет команда следующая лайв стримера Yehye. С ссылкой и с качеством. Фонд Мэчинг Плогин. Так. Эволейбл, опенсорс. Открывается VLC. О-о-о-о! Шикардос, ребята, шикардос получилось. Так, я только метод захвата поменяю. Там действительно оригинальный поток. Правда, немножко выцвешили Варкрафт. Сейчас все будет. Я знаю, что у вас не то. Добавить окно VLC. Вот так вот. Во, как хорошо. Все, еще раз спасибо товарищу с никнеймом Шибармод. Шибармод. За то, что помог. Премиум ему. Надо выписать, да, конечно, надо выписать. И третья решающая игра на ваших экранах. Лоулец зарезался справа. На карте Эхо Айлз. Слева, соответственно, Варчив. Дима на Диму. Велосип настройки редактировать и будет норм гамма-коррекцию. Это явно... Ну, хотя... Ребят, давайте не будем. По игре. И так, вроде, качество хорошее. Действительно, яркость нужно поменьше сделать. И все ок. Абсолютно зеркально играют. И по героям, и по криппингу. Но на Эхо Айлз очень сложно что-то такое новое придумать. Учитывая то, что и карта маленькая, и респа всего два. И очевидно, вот первую точку ты на нее и не успеваешь практически прибежать. И крипится она с ЛСом очень удобно. И девайс хороший, и опыта много. Не надо премиум, говорит Евпоча. Евпоча? Ну, нет, так нет. Провоцирует на щит молнии, подводит Арчу. Дпсит, правда, только одного Кобальда, не доставит Парахмагу. А здесь вот доставал по обоим. Закупаются. Многое зависит, опять же, от девайса. Амулет Маны абсолютно не нужен. И здесь тоже амулет Маны. Он пригодится, да, да. Второму герою, понятно, бла-бла-бла. Но сейчас-то хочется сапог, когтей. Да даже амулет жизни полезнее был бы сейчас. Мун показал, что можно новое придумать. Так, к началу-то все равно дефолтные. Речь шла именно о стартовом криппинге. А так-то да, у муно классное решение. Лоулит ставит очень наглую базу. Такое, конечно, надо чекать. Возможно, это какая-то подстройка. Возможно, он посмотрел, как играет в арчиф на этой карте, как он, в частности, разведку делает. Хотя в арчиф... Ну, это весьма стандартная вещь на такой карте, что можно поставить эксп. Потому что мобы на респе крепятся практически любым количеством войск. Поэтому в любой момент может появиться экспант. Причем это в любом мэчапе, это пофиг. Даже если рядом с тобой бегает герой или часть армии. Потому что можно даже одним бараком закрепить это. Долго, правда, но можно. С парой виспов. Третий левел. Увидел базу. Ну, это база обречена. Большой, серьезной потери по деньгам. Не хочет отменять. До последнего не хочет. Но видно, что по динамике, что не хватит ему... То есть он разменивает деньги на хп Деванхантера, так скажем. То есть понятно, что не отменишь никак. Диму не остановишь уже никак. Хотя не совсем понятно, ведь была до конца. Типи... Типи, типи, типи... Может быть и зря тоже. Он убегал. Сурок хитов. Монобер не сделает... То есть сделаешь, он урон не нанесет никакого. Барак слева не доставал. Ботинки у него были. То есть даже если выстрелил тролль, жрец лесных и арча, то он бы и выжил. Что они суммарно втроем 30 урон нанесут Диме. А у вражеского Димонхантера ботинок не было. То есть он зря потратил ТП. Ну это уже, знаете, на холодную голову так посчитал. А когда у тебя ситуация... Ну все происходит очень быстро. И на кону жизнь героя третьего левела, конечно, не хочется лишний раз рисковать. Плюс-минус 10 хитов. Это... Просто он, скорее всего, догадывался даже, что может и не... Скорее всего, не убьют. Но зачем рисковать? База не восстанавливается, как вы видите, уловлита. Возможно, это была ставка на нежданчика какого-то. Типа расчет, что не проверит, там достроится. Когда-то на Эхайлос вообще играли абсолютно так же, но все ставили базу и пытались его там с персональным телепортом как-то поотменять. То есть тупо стояли, ставили базу и ждали. Ну... Разные были времена. Лорницу отменил разок, поставил заново. Проверяет на всякий случай ворчук. Если один раз нычку поставил, может и второй. Нет, не может. Это его... Стоп, стоп, стоп. Это висп ворчифа или лоулита? Вроде по карте точка там... А, нет, там есть синяя точка. Да, там есть ворчифовский висп. Поймали Диму, развели на телепорт. В то время нага крепится. Но сейчас ситуация уже точно лучше у ворчифа. Разве что одна лорница немного... Хотя у него лорница раньше вообще. То есть, он отменил нычку, там тп на тп, уровень героев приблизительно одинаковый. Разные герои, но это тоже, в общем-то, норма. Фнага козел со своими плюсами и минусами. Не столь принципиально. Есть легкое ситуативное преимущество сейчас у лоулита по тому, что он закрепил более ценную точку с бараком. Но эту информацию сейчас ворчиф получил. И, возможно, попробует просто сыграть сейчас менее агрессивно. И хотя с козлом-то можно и подрезать. Поэтому нет. Да, тут всегда есть выбор. Либо ты идешь сейчас, пытаешься крипджекнуть человека. Либо ты просто чистишь свою половину на эхо. Не совсем, кстати, половину. Точно. Тут же две точки по центру находятся. И то, что... Вот на самом деле то, что лоулит закрепил точку, которая находит... Ну, которая жирнее, типа, это плюс. Это на самом деле не совсем плюс. Сейчас Дима будет вытаскивать девайс. Не вытащил вроде. Или вытащил. Что там выпадает? Там и ресторейшн выпадает. Ну, ресторейшн, ворды сверхполезные на этой карте. Без шуток, очень полезные ворды. Два ворда ставишь, полкарты контролируешь. Вот. Я к тому, что здесь, если все крипятся, все занимаются своими делами, важно то, насколько... Ну, понятное дело, насколько много ты точек заберешь. Но чаще всего все делят точки пополам по карте. И вопрос в том, кто там центральный забрал. Или, например, кто на халяву смог вражескую точку где-то отожрать. Так, девайсер клетку утащил. Утащил под инвизом. Молодец. Вот, я к тому, что ворчифта собрал две центральные точки, то есть маркетплейс и магазин. Поэтому он спокойно сейчас добивает свой левый нижний угол, зеленую и желтую точку. И получается, что он в плюсе по экспе. Пока он в минусе. Там нага третья. Когти взял. Не дал демон хантеру утащить девайс. Так, козел третий. Любопытно. Может быть, он возьмет вторую ауру все-таки. Я тут в прошлый раз не обратил внимания, что он брал. А рич вообще не видит виспа у себя на респе. Может быть, видит, но его... Может, он висит на елке, что только ранжевик может. Ну, хотя можно было триаду, конечно, послать. Тут особо смысла-то... Ну, то есть, все понятно и так. Экспанды нет. Играют у медведей. То есть, что тебе нужно? Может, на данном этапе может висп зарешать, увидев, например, когда строится дополнительный мудвелла под выход из лимита. Хотя это тоже дефолтное время получается. Когда, собственно, выход из лимита тоже может помочь. Ну, опять же, это не какая-то сверхинформация. Одно дело, когда висп там висит в каком-то хитром месте, на карте такой средней, где и противник там ставит базу с умыслом явно вот именно в этом месте. Причем ты не палишься. Ты ее палишь, но сам не палишься. И планируешь атаку правильно. От этого игра может целая зависеть от этого виспа. Другое дело, когда Мирор с практически зеркальными стратами и... Ну, а что тут? Как тут удивить-то виспа? Снес Мануэлл, отступает назад. Почти четвертый Дима. Грейды 1-1, там были 0-1, скорее всего, тоже выровнялся. Да, 1-1. Мунвелл восстанавливает под 50. У что, битвой будет? А, иллюзия медведей. Они принимают на себя часть урона. Дима битый, у него бутылек. Правда, снизу тоже Дима битый. И телепорт делает лаулет. Не успеет медведя бить. Но все равно дамаг занес. Какая разница? Сейчас выбор. Можно сбегать, прокрепить последнюю точку. Можно пойти в атаку. Казнит Арчу. Берет... Что с девайсом, интересно? Козел собирается в маркетплейсе взять. Ничего не взял. Свиток, скорее всего, просто возьмет обычный хилада. Даже несмотря на то, что медведи 4-х лимитные, типа их мало, Свиток решает даже 2 героя плюс пара юнитов. Это уже в плюс. Ну, если он лечит их полностью. Что Свиток сопоставим со стоимостью бутылки. 150-250. Постанавливать 150, а не 250. Главное, не перепутать обратно. Но... В сумме получается хорошо. То есть он уже 2-х героев лечит лучше, чем бутылек. Оно стоит на соточку больше. Ну, тут как бы... Короче, Свиток нужен. Тем более, что медведя на медведя, стенка на стенку, там дамаг распределяется более-менее равномерно. Это же не фокус, не арчи, не талоны, которые по юниту отстреливают. Так же, как Хантресы, короче говоря. Чаще всего, если это 50 лимита Хантрес на 50 лимита Хантрес, это стенка на стенку. Идеальное практически распределение урона, благодаря Чакраму. И свитки... Кто покупает свитки, тот выигрывает. О, Аспиранту уже дал ссылку на запись Муна против Ксикси. Спасибо Аспиранту за оперативность. Я поставлю, поскольку этот матч закончится, на запись его. Ой, в смысле на заливку его. Давай-давай, подрезай. Ну, да, прикопочка. И не стафануть в корнях. Виспылить некому. Попробуй как-то использовать то время, которое потратил Ворчев на то, чтобы убить, например, да, например, Мунвелл. Минус Виспы, скорее всего, на ТП будет уходить. И Мунвеллы, и позиция хреновая. Старается просто как можно больше убить Мунвеллов. Теряет при этом двух троллей, скорее всего. Да, два троллей минус. Но уже третий Мунвелл минус. И ТП пошел. Он даже может Мунвелл там убить еще один. Мог убить Мунвелл. Объясню, что происходит сейчас от Лоулита. Он видел, что Ворчи вышел из лимита. Он знает, что там апкип. Он сам копит деньги. Специально копил деньги для того, чтобы штрафа не было. Чтобы не терять бабли и сделать больше лимита. Но для того, чтобы выиграть время, он вынужден развлекаться. То есть он должен избегать сражений, потому что его ситуативно тупо меньше. Поэтому всякие забегания, попытки сбить Мунвеллы, чтобы меньше было продакшена, чтобы было больше времени ему посидеть в 50 лимита и на то, чтобы потом отстроиться. Телепорт, да? Ну сейчас уже не уйти никуда. Придется на мэйне принимать битву. 50 лимита против 61. Еще пара Дриад. Не очень убедительно здесь смотрится. Лоулит. Хотя дома, опять же, барак есть. Мунвеллы есть. Это может помочь. По Грейдам бы еще посмотреть. О, как много иллюзий. Вот кого покупал. Надо срочно виспок сюда. Нага постреливает. Прямо на Демон Хантере находится Нага. Ее прикапывают свиток. Со свитком умирает. Это забей. Очень все плохо у Лоулита. Тем более без Наги. 49 лимита. Очень битый красный медведь. Вы увидите, что здесь победа уже. Очевидно, по количеству медведей, по количеству хп, попытка там в козла как-то тыкнуть. Но медведей уже в принципе не осталось у Лоулита. И Уорча Фрич выигрывает со счетом 2-1. Гуд гейм. Хорошо. Пойду поставлю эту штукула запись.